МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, следующий слейвер, который выйдет на эту сцену, это студентка ГУМФАКа НГУ. Специальность фундаментальная и прикладная лингвистика. Своё исследование о восприятии родного и неродного языка у русских якутов и туинцев она делает в лаборатории дифференциальной психофизиологии, института физиологии и фундаментальной медицины. Вот я удивляюсь, как я всё это проговариваю уже который раз, ещё бы чё-то понимал, что называется. Ну да ладно, принцип, которым она руководствуется в жизни, в любой ситуации нужно оставаться человеком. Нас сейчас ждёт тема, когда лингвист умеет считать. Встречайте на этой сцене Туяна Аюшеева! Туяна Аюшеизова Мы все пользуемся крутыми телефонами, машины могут отправлять нам СМС, холодильники сами заказывают еду. По сути, мы сейчас можем создать устройство, которое будет думать за нас и работать за нас, в то время как мы можем заняться чем-нибудь более приятным. Все будет здорово, но мы до сих пор еще не знаем, как именно работаем мы сами. И существует такое приспособление, которое действительно можно назвать самым сложным и загадочным — это наш мозг. Человечество значительно продвинулось в его изучении, то есть мы уже точно знаем, что все как-то не вот так, но мы еще только в самом начале пути. И да, здесь, как ни странно, прихожу на помощь я, гуманитарий. Как вы думаете, что может быть общего между этими тремя картинками? Я не слышу. Ладно, но я смотрю, что много кто еще не знает. Но не волнуйтесь, в конце вы все поймете. Я хочу вам рассказать про науку нейролингвистику. Нейролингвистика изучает, как языковая информация обрабатывается у нас в головном мозге. Какое-то время назад я жила за границей, и мне очень часто приходилось разговаривать на чужом языке. Я замечала, что бывает очень сложно взять и перестроиться на другой язык и начать говорить. Или наоборот, когда я наговорюсь с каким-нибудь иностранцем, очень сложно взять и заговорить на своем родном русском. В чем тут парадокс? Все дело в нашем мозге, в том, как он обрабатывает, воспринимает родной и неродной язык. Этим мы и, собственно, занимаемся в нашей лаборатории. Я учусь в НГУ, я пишу диплом в лаборатории дифференциальной психофизиологии, ну, как уже меня представили. И занимаюсь такой наукой, как нейролингвистика. Нейролингвистика — наука очень популярная сейчас. То есть, например, в Китае изучают, как обрабатывается в нашем экономном мозге китайский и английский язык. В Европе очень много исследований. В Америке, помимо популярных языков, изучают еще и языки коренных народов. То есть, можно сказать, по всему миру. И, конечно же, у нас в России, иначе я бы здесь не стояла. Но есть языки, которых немного объявили вниманием. Вот вам маленькая подсказка. Это языки коренных народов Сибири. Именно их мы изучаем. Я как-то писала работу по сравнению французского языка и удыгейского. Кто-нибудь знает, что такое удыгейский язык? Ну, я вижу, что тоже пока с этим плохо. Но сейчас я попробую объяснить. Если мы возьмем карту мира, потом мы ее приблизим, потом мы ее еще приблизим и еще приблизим, то вот где-то вот там будут находиться те два человека, которые говорят на удыгейском. Да, веселая была работа. Я вводила в гугле запрос «удыгейский язык». И он мне упорно полгода подряд исправлял его на «удыгейский сыр». Ну, надеюсь, это иллюстрирует то, насколько изучено, насколько существует информация по этим языкам. Я сама себя спрашивала, зачем мы изучать языки, на которых говорит 10 тысяч человек, 5 тысяч, а может быть вообще 5 человек. Вы согласитесь, звучит немного странно. Дело в том, что даже язык, на котором говорит два человека, это своя картина мира. Это, по сути, свое представление о том, в каком мире мы живем. И не изучая такой язык, мы теряем целый пласт некой культуры, традиций этих народов, наших предков. Конечно, к счастью, к сожалению, мы не занимаемся такими редкими языками, потому что на это у нас нет достаточно денег и желания особого. Мы занимаемся языками, на которых говорят целые республики, которые никуда деваться не собирают, а наоборот. Это республика Сахай-Якутия, республика Тывар. Я сейчас не буду долго рассказывать, я предлагаю вам поучаствовать в нашем эксперименте. Я буду выводить предложения на разных языках, а как только вы увидите в них ошибку, сразу поднимайте руки. Просто поднимайте руки. А я буду засекать время. Так, все, поехали. Все, вижу. Отлично, и сейчас приготовились. Есть ли на такие тувинского языка? Не волнуйтесь, я сама не знаю, как здесь правильно, пусть моя внешность в вас не вводит в заблуждение. Да, но я думаю, суть вы уловили. Конечно, это был такой грубый пример нашего эксперимента. На самом деле, для того, чтобы он прошел хорошо и правильно, на вас должна быть шапочка с электронами. Плюс вы должны решить таких заданий штук 200, не меньше. Вот. И что же получается? Потом у нас есть электронисфолограмма, которую мы тщательно обрабатываем, колдуем, так скажем. Вот. И после этого получается, после такой тщательной работы, получаются вот результаты, которые я вам сейчас и представлю. Как я уже говорила, родные и неродные языки воспринимаются нашим мозгом по-разному. Да, здесь мы видим результаты нашей, нашей лаборатории. И это такая усредненная голова новосибирца. Да, сегодня у нас уникальный случай залезть в чужие мозги. Вот. Мы видим, что реакция на родной русский и неродной английский различается. То есть мы видим, что по-разному активизируются разные участки мозга. Да, то есть, по сути, это то, что у вас проходило в головах, когда вы смотрели на мои предложения. Это уже результаты по якутской группе. Здесь мы видим, что якуты воспринимают английский и якутский язык одинаково, в то время как реакция на русский различается. То есть, по сути, якуты воспринимают русский язык как родной, а якутский, как и английский, как иностранный язык. На самом деле, не пугайтесь, это легко объясняется. Мы исследовали городских якутов, и они разговаривают по-якутски только в быту, то есть устно. А пишут преимущественно на русском. Соответственно, письменный якутский и письменный английский для них иностранный. Это среднее время решения задачи для туинской группы. Здесь мы видим, что... Ну, это, по сути, вот то, что я делала, когда засекала время, делала вид, что засекала время, когда вы читали мои предложения. Здесь мы видим, что туинцы больше всего времени тратят на предложения на туинском языке, а на английском языке они их решают за рекордное количество времени. Я вам больше скажу, это лучший результат по всем экспериментальным группам, которые у нас были. Как это можно объяснить? Если мы посмотрим на следующий график, то увидим, что качество резко падает. Я не знаю, за что туинцы так не любят английский язык, но они его решают очень быстро и рандомно. Вот, соответственно, да, такой забавный факт. Конечно, это не все, чем мы занимаемся в нашей лаборатории, это маленький кусочек большого проекта. А, собственно, зачем мы всем этим занимаемся? Нейролингвистика находит свое широкое применение в медицине, потому что неважно, на каком языке мы говорим, носителя каждого языка может возникнуть какая-нибудь неврологическая или психическая патология, и именно нередко, что именно от того, какой язык является человеку, вернее, его мозгу родным, зависит диагностика того или иного заболевания. Что бы мне хотелось сказать? Мы живем в мире, где мы научили машины распознавать разные языки, мы научились строить с ними диалоги, но мы до сих пор не знаем, как делаем это мы сами, особенно на вот таких вот языках. Ну и хотелось бы закончить выступление вот этой фразой, что по-русски значит «спасибо за внимание». Ваши вопросы? Туяна Аюширева, друзья. Сразу же с места в карьеру у нас есть вопросы из зала. Напомню, короткий вопрос, короткий ответ. Где-то... Вот, вот, вот. Ага. У нас очень интересная логика просто у наших микрогелл, я бы назвал их так. Давайте вопрос. На такой вопрос. По практической точки зрения представим, что человек поменяет родной язык. Допустим, первый у него русский, но он так хорошо выучил, допустим, английский, что и акцента никакого нет, и абсолютно идеальное владение, то есть на уровне носителя. Вот. Но с точки зрения нейробиологии, это действительно полная подмена родного языка, или какие-то следы первого языка, они все равно остаются, и никак их не стереть? Как это высказывают мои дочные руководители, но я это знаю? Нет. То есть, я забыла, как звучал вопрос. В общем, нет, у нас один родной язык. Вот. Со стороны нейробиологии. Спасибо за ответ. Неважно, как звучал вопрос, подойдите сюда, пожалуйста, с микрофоном, но вот здесь. Нет, я имела в виду, что я хотела ответить «нет» или «да», но забыла. Ну, вы поняли. Да уже ладно, ничего страшного. Следующий вопрос. Вы проводили какие-нибудь исследования, которые бы исключили, что это влияние на русский язык? Может быть, это картинка просто, русский язык такой уникальный, и она такой дает. Так напрягает русск именно таким образом. Да, отвечу. Опять же, быстро. Это реакция на родной язык, потому что эта картинка сравнима с восприятием русских, русский язык, соответственно, это точно можно нам поверить. Или я неправильно поняла? Вот там было две картинки. Одна на ней было изображено, как реагируют русский на русский и английский, и как реагируют туинцы на русский, английский и туинский. И на русский в том и другом случае была примерно одинаковая картинка, а на английский и туинский другая. Может быть, это русский язык дает такую картинку? Это как-то проверяли? То есть, например, давали русский язык, снимали ли электроэнцефлограмму для людей, которые говорят на английском и знают русский? Или еще? Да, да, это все следует в нашей лаборатории. Не переживайте. Нам можно верить. Прекрасная ответа. Если картинка была другая, они так реагировали на английский. Да, да. Или это проверяли и... Хочется уже сказать, какая вам разница? Не мучьте спикера, боже мой! Может быть, у нас русский язык, какой уникальный это уникальный? Давайте поговорим за кадром об этом. Да. Как-то выясним. Есть еще у нас вопрос вот здесь, вот, вот, прям вот здесь, да, неналеко. Спасибо. Нейробиология изучает восприятие языка у глухонемых людей, которые, в принципе, не могут понять, как произносятся слова и тому подобное. Я нейролингвист. Да, ну, изучает, но вот, я напоминаю, что я студент, вот, пока, да, вот, это моя область. Вообще, конечно, изучается широко, и об этом можно много рассказывать. Хорошие ответы у нашей участницы, вы чувствуете, да? Изучает все их лаборатория, если вдруг они... Это я уже имела в виду, не моя лаборатория. А, уже соседняя, не ее компетенция. Хорошо, последний вопрос, давайте. Мне показалось, что вы сказали, что родной язык может быть только один. Я правильно понял? Ой, извините. Конечно, да, это не так. Но меня спрашивали тогда именно про, как бы, про язык, который приобретается уже после. Вот, поэтому я так и ответила. То есть, в этом случае он один. Вот, понятное дело, что существуют билинговые, да, этого никто не отменял. Спасибо большое за ваши вопросы, за ответы. Давайте поаплодируем нашу участницу, отпустим ее. Это было предпоследнее выступление на сегодня. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...